Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом году исполняется 125 лет со дня рождения народного писателя Белоруссии Кондрата Крапивы, блестящего юмориста и сатирика, вдумчивого и деятельного государственного мужа и прекрасного семьянина. Казалось, что он был отмечен Богом с самого первого дня рождения. У его родителей до него было шесть детей, которые умерли во младенческом возрасте. И родители хотели уберечь мальчика от такой же судьбы. В итоге им посоветовали назвать его так, как зовут его отца, Кондратом, потому что отец его был мужчиной сильным и здоровым. И здоровье его должно было перейти на сына вместе с именем. Так и получилось, что Кондрат Крапива не только всю жизнь не жаловался на здоровье, но и прожил 95 лет. За свою долгую жизнь он прошел четыре войны. Первую мировую, освобождение Белоруссии, финскую и Великую Отечественную. Первое образование он получил в церковно-приходской школе. Потом учился в Узненском народном училище, городском училище в Толбцах, а также в училище в Держинске. В 1913 году сдал экстерном экзамены на звание народного учителя, а через год начал работать учителем в деревне Мнишаны Минской области. Но уже в 1915 году его мобилизовали в армию для участия в Первой мировой войне. В армии он оканчивает школу прапорщиков и отправляется на Румынский фронт. В 1918 году был мобилизован и направлен работать учителем в деревню Каменка на Узненщине. Вскоре вновь был призван, теперь уже в Красную армию, где в должности командира служил до 1923 года. После возвращения работает опять учителем в поселке Островок на Узненщине. Работает недолго. В 1926 году поступает на педагогический факультет Белорусского государственного университета, который заканчивает в 1930 году. Все эти факты говорят о том, что несмотря на все тяготы войны, на неустроенный быт, Кондрат все время чувствует в себе внутреннюю потребность к обучению, желанию узнать что-то новое, показать свое внутреннее «я». В 1932-1936 годах работает редактором в журнале «Пламя революции». В 1939-м он снова мобилизован, участвовал в походе Красной армии в Западную Беларусь, а затем в Советско-финской войне. Это была последняя война Крапивы, которую он прошел в качестве военного. Во время Великой Отечественной войны он работал корреспондентом фронтовой газеты на засоветскую Беларусь, а также был редактором газеты-плаката «Раздавим фашистскую гадину». В редакции газеты работали Петрусь Бровко, Кузьма Черный, Заир Асгур, Иван Охремчик, Евгений Зайцев, художники Анатолий Волков, Николай Гурло. На страницах издания печатались памфлеты, партизанские частушки. Важную роль играла карикатура, показывающая фашистов в нелепом и смешном виде, который вызывал смех и презрение. А враг, над которым смеются, не вызывает страха, он уже повержен. После окончания войны в 1945-1947 году он является редактором журнала «Вожек». В 1946 году в качестве делегата от БССР он участвует в первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. С 1947 до 1952 года занимает должность заведующего сектором языкознания Института языка и литературы Академии наук БССР, а с 1952 года становится директором этого института. КОНДРАТ КРАПИВА С 1956 до 1982 года он является вице-президентом Академии наук БССР. КОНДРАТ КРАПИВА Это широко известное, окруженное народной любовью имя, пришло в литературу через остроумие смеха, который целой рекой хлынул из басен, сатирических стихов, которые увидели свет в начале 20-х годов. Стихия комического, которая взорвалась в крапивинском таланте, была такой напористой, мощной, что сразу обеспечила поэту сатирику самую широкую и благодарную аудиторию. Хохотала вся Беларусь. Поэт-юморист и сатирик разговаривал со своим читателем на очень понятном и близком ему языке. Этот язык словно вобрал, объединил в одно исконное остроумие людей, всех этих шутников, пересмешников, составляющих небывало удивительные истории. Настоящий большой талант всегда всеми своими корнями входит в родную почву, питается ее соками. Его творчество, острый взгляд на происходящее, актуален и сейчас. Его басни читают школьники и взрослые. Его пьесы ставят в театрах. Произведения Кондрата Крапивы переведены на многие языки мира. Сам писатель широко известен как переводчик русской и зарубежной классики. Это художник такого масштаба, чьи произведения переживают время. Литературная деятельность Крапивы очень разнообразна. Это и басни, и стихи, обличающие людские пороки. Это и его романы, и самые интересные драмы и комедии, по которым ставились фильмы и спектакли. Жаворонок, кто смеется последним. Прошло 125 лет. А пьесы смотрят, басни читают, потому что он писал о том, что присущий человеку в любое историческое время. Это и любовь, и ненависть, и зависть, и подлость, честность и прямой подхалимаш. И пишет он об этом искрометно, с огромным чувством юмора, с сочувствием и любовью к своим героям, людям неоднозначным, но для него понятным и близким. Поэтому его читали, читают, и будут читать наши потомки. В этом и есть его истинный талант. В Белорусском Государственном Музее Истории Великой Отечественной Войны в марте этого года была организована экспозиция, посвященная 125-летию Кондрата Крапивы. Там были представлены личные вещи писателя. Номера газет раздавим фашистскую гадину, редактором которой в годы войны был Кондрат Крапива. Он боролся с фашизмом едкими фирьетонами, стихами, карикатурами. Мы провели опрос на улицах города Минска с целью узнать, что люди знают о белорусском писателе Кондрате Крапиве. Знаете, сейчас уже сложно. Я помню, он что-то писал, но я не помню, что он писал. Или повести какие-то, или стихи. Вот я этого не помню. Басни, может? Ну, скорее всего, да. Скорее всего. Ну, это со школы все, что осталось у нас. Образование наше, которое было при Советском Союзе, оно, конечно, отличается от теперешнего. Теперь дети вообще не знают даже, что такое война. Не только что и Ленин не знает, и Сталин не знает. И вообще ни про чего не знает, и ни про кого. Очень печально все это. Наше образование, конечно, претерпело изменения не в лучшую сторону, скажем так. Все правильно. Я помню даже, о чем эта комедия. Вот, да, вы мне напомнили? Сказала, как там исследовали кость. Свинтус. Грандиозус. Грандиозус, да. Вот это вот я помню. Да, да, точно. Точно, мама. У нас даже книжка и дома есть. Надо прочитать, и мы встретимся, вам все расскажем. Ну, видите, вот вы слышали что-нибудь про белорусского писателя Кондрата Крапиву? Ну, как бы слышал. А что? Ну, вот разные, такие, типа, блины, сказки. Как? Басни. А помните что-нибудь? То есть кусочек можете прочесть? Ну, ехал детка на кермаш, зимного же баба, коник с выгляделом дарма, а летяне слабо. Ну, как хорошо. Нравится вам? Ну, как бы, да. Насколько помню, он писал такие, можно сказать, филетоны. Ну, немножко, по-моему, там было что-то такое, критика директора магазина, что-то такое, что он там... Басни. Да, 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 басни. Ну, и вот, по-моему, в таком ключе. Там, по-моему, еще какая-то было про деда и бабу, как они ехали на... Ехал детка на кермаш. Да, 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 на возе. Типа там, потому что кинь дурная бузганю, баба деду кашля. Что-то такое. Да поможешь ты коню, як хвороба кашля. Точно. Да. Ну, вот, собственно, так. И вы вот это все, это все со школьной программой вынесете? Да, со школьной, если все помню. Хотя давно очень было, так что... По-моему, в 91-м году он, если не ошибаюсь. Да. Да, я знаю этого писателя. Я знаком с его творчеством. Он писал комедии, филеетоны, басни. Но самая знаменитая его комедия, конечно, это комедия «Кто смеется?» последняя, в которой он обличал человеческие пороки, такие, как карьеризм, угодничество, стремление получить славу за счет других. В 1954-м году, если я не ошибаюсь, наш знаменитейший режиссер, кинорежиссер Корж Саблин снял фильм, экранизировал комедию «Кто смеется?» последний. И очень здорово показал главных персонажей этой комедии. Это Горлохвадский, лжеученый, так называемый. И «Туляга» это тот, при помощи которого Горлохвадский хотел сделать себе карьеру. Несмотря на то, что пьеса была написана в 30-е годы, она актуальна и сегодня. Кондракт Крапива очень знаменит и белорусский писатель. Он даже взял себе такое название «Крапива». Потому что он писал колючие эпиграммы, колючие басни. Его сравнивают с русским Крыловым. И не зря. Потому что каждая его басня напоминана глубоким смыслом. Они интересно считаются. Они имеют направленность против бюрократии, против людей, которые завистливают, против людей, которые унижаются. Он во время войны участвовал в выпуске газеты «Раздамя фашистскую гадину». И боролся с фашистами посредством острого слова. Я не знаю его военных стихов. Читала когда-то, в детстве, наверное. Поэтому я не могу ничего сказать про эти стихи. Но я знаю, что они были острые, колючие и очень интересные. жалко, что в нашей школе сейчас мало дают белорусского языка. Дети мало знают белорусских писателей. И очень плохо знают белорусский язык. Что вы знаете о Кондрате Крапиве? Кто это был такой? Кондрат Крапива это был сатирик, драматург, белорусский писатель. Он писал еще и басни к тому же. Одну из его басен мы проходили в школе классе в седьмом называлась Дипломованный баран. Кроме этого мне кажется что его сатиры рассказы и басни но они актуальны по сегодняшний день потому что те пороки что он высмеивал тогда у людей никуда никуда не делись. Они остались и до сих пор. И встретить таких людей очень легко которые он описывал. Прям гордость берет за то что в Беларуси у нас и тогда и по сегодняшний день такие замечательные люди пишут весьма неплохие сатиры рассказы рассказы басни Также по его пьесам ставят очень много снимали картин раньше и ставят спектакли по сегодняшний день на спектакле Кто смеется последним я присутствовал пару лет назад в принципе выступление мне действительно понравилось и хоть я и сам рассказ Кто смеется последним не читал но тем не менее все очень подробно там было рассказано и мне понравилось что даже появилось какое-то настроение его реально прочитать и посмотреть вообще что там изменялось как там было в оригинале то есть ну очень интересно постановку комедии Кондрата Крапивы Кто смеется последним осуществили в театре студии киноактеров в городе Минске Наша съемочная группа побывала в театре студии киноактера где мы побеседовали с режиссером постановщиком спектакля Олегом Киреевым Кондрат Крапива на мой взгляд один из самых уникальных комедиографов Белоруссии это автор человек который сумел донести в произведениях отчасти сатирических каких-то комедийных отношения к действительности к белорусской действительности которая была как в 30-х годах будь то кто смеется о пошне так в последующих годах но самое удивительное в этом авторе и самое важное то что все то о чем он говорил опять же повторю в 30-х годах до сих пор актуально до сих пор звучит современно в наших реалиях и мне кажется будет звучать довольно долго впоследствии спектакль кто смеется о пошне по пьесе Кондрата Крапивы одноименной пьесы кто смеется о пошне был выбран нами не случайно дело в том что ну мало того что это произведение для самого Кондрата Крапивы является программным произведением опять же мне кажется что оно наиболее полно и наиболее ярко отражает персонажей потому что в театре так или иначе мы апеллируем к персонажам к характерам к каким-то особенно подчеркну когда речь идет о комедии разумеется яркий персонаж яркий характер и смысл который заложил Кондрат Крапива в произведениях кто смеется о пошне просто не мог оставить нас равнодушным и мы с упоением принялись за работу над этим произведением потому что когда мы делали финал спектакля и пытались и пытались ну не то что найти злободневность злободневность там и так есть а каким-то образом осовременить это произведение нам удалось провести его сквозь времена то есть мы начали этот спектакль в 30-х годах ну собственно говоря там где Крапива и писал это произведение коснулись 70-х годов и соответственно остановились и закончили спектакль нашим современным временем нашей эпохой и вы знаете самое удивительное что не меняя ни слова не меняя ни как бы строчки у Кондрата Крапивы это звучало в современности абсолютно точно так же емко точно так же цельно как это звучало в 30-х годах мы просто поменяли костюмы просто сменили вывески в госучреждениях и все точно так же работало и все точно так же имело место быть нам было очень важно чтобы это был спектакль ну не очередной клон Кондрата Крапивы кто смеется о прошлом некая классика которая ну довольно часто эксплуатировалась и белорусским театром и зарубежным театром нам хотелось чтобы это имело какую-то более четкую созвучность современности если угодно то есть мы попытались провести этих персонажей которые присутствуют в пьесе у Кондрата Крапивы сквозь время которое ну вот существовало если угодно в Советском Союзе и после развала Советского Союза уже соответственно в наше в нашем современном времени изменения которые происходят в персонажах они настолько узнаваемые настолько понятны зрителю особенно интересно когда собирается некая целевая аудитория на спектакле а именно вот был один научно-советский институт ну практически в полном составе и это считывалось настолько точно все нюансы Кондрата Крапивы все его посылы которые он посылал нашему поколению то есть люди реагировали на все вот эти вот изыскания которые Кондрат Крапива а он ну он безусловный ну если так можно выразиться ученый с точки зрения комедиографа комедии ну то есть комедии как таковой он очень сильно прорабатывал очень мощно прорабатывал персонажей изучал действительность которая была и это настолько точно откликается в современности что вот еще раз повторюсь что очень было забавно наблюдать насколько все это работает в действительности и в современности спасибо будучи уже преклонном возрасте он активно работал с 1982 по 1989 год ведущим научным сотрудником консультантом в отделе лексикологии и лексикографии института языкознания имени Якуба Колоса Академии наук БССР Вот теперь распрацовывается в институте моего знавства имя Якуба Колоса двухтомный белорусско-русский словник я консультую работника який працует над этим словником и мне доведеться его редаговать это в зоне мне некольких ближайших годов прауцей за свою жизнь он многократно избирался депутатом Верховного Совета БССР писатель умер на 95 году жизни 7 января 1991 года похоронен на московском кладбище в Минске на его могиле написаны слова самого писателя мною володало жадание умешаться в житё и сюе тое им поправить Кондрат Крапива главная операция адрес бед в Bereich р м authority Haha becomes зафolf кладбище нам